Приветствую всех зрителей моего канала. Вот вопрос, проблема, тема, которую хотел бы предложить. Как дальше будут развиваться события вокруг Онищенко и его информационных материалов по поводу коррупции нынешнего гаранта Порошенко, Вальцмана. Естественно, что у Онищенко есть материалы. Естественно, что он очень близок был с Порошенко, так же как Мартинин, кстати, Жвание почему-то куда-то делся, тоже не знаем. Да и другие много могут рассказать. Естественно, что Онищенко пока еще как связанный, то есть не до конца он раскрывает все материалы, которые у него есть. Но я думаю, что близится ситуация, когда он уже более подробно начнет выдавать компромат на Порошенко, уже более детализированный, фактологический и так далее. Ясно, что Порошенко ему угрожает. Ясно, что Порошенко находится сейчас в истерическом состоянии, в агонии. Все его поведение показывает, что он еле себя уже контролирует, но держится за счет наглости, своей жадности и безмерного такого самоуверенности, что он и дальше сможет всеми манипулировать и использовать. Я думаю, что первое, что надо сделать сейчас Онищенко, прекратить вообще любые контакты со стороны Порошенко, вступать в какие-либо с ним переговоры и с его представителями и так далее. Потому что это бесполезно. Порошенко, мы видим на примере всех, кого он сейчас обманул, ну он в целом народ Украины обманул, да. Он очень ловко использует такие коммунистические системы, когда это называется разводить лохов, когда каждому говорится разная информация и когда каждому наговаривается на каждого. И говорится, что переносчик информации, носитель ее, да, первоисточник, в данном случае Порошенко, он вступает в контакт с тем, кого хочет развести. Он ему обещает золотые горы, говорит, что он его любит, говорит, что он его будет везде поддерживать, что он ему даст любые привилегии и так далее, любые места, власть даст, все. Но при этом тут же встречается с противником этого человека или несколькими противниками, начинает на этого человека, которого облизывал и обцеловывал, наговаривать на него, говорить, что это мерзавец, подонок, что он очень плохой человек, потому что он наговаривает на того, с кем сейчас Порошенко встречается. Это так называемая коммунистическая разводка. Победить эту дрянь, этих змей можно только одним способом, это они не переносят гласность, открытость, прозрачность, они света боятся, вот, правда и света. Поэтому надо сразу, вот как только Порошенко начинает на кого-то говорить, дрянь всякую наговаривать или обещает что-то, вот этот человек должен сразу у себя там в социальных сетях, тем более это сейчас очень легко все делает, в любом контенте, в фейсбуке, ютубе или в твиттере, не важно где, должен сразу сообщать, что такого-то числа я встречался с Порошенко или с его уполномоченным, там, Ковальчуком, там, или еще кем-то. Вот, и он мне говорил то-то и то-то, обещал какие-то преференции, наговаривал на такого-то человека, вот я обращаюсь к этому человеку или к другим людям и говорю им, что вот Порошенко делал то-то и то-то, расскажите, а что он вам предлагал. И только таким образом, это как информационный напал, можно вот Порошенко и вот этих его таких существ, вот истоту, украинскую мову, да, зныщите, ликвидулаты, вычистить, потому что иначе они размножаются. То есть для них вот эта атмосфера слухов, всяких передач и ложной информации, это для них как для червей, для личинок, мух, вот есть, да, опарыши, для них это как вот дерьмо, это их питательная среда. Да, и вот если люди хотят избавиться от этих червей, опарышей, да, то есть уркальный вариант, вот, начинать, как бы, показывать, вытаскивать их на свет Божий и говорить правду, тогда они начинают вздыхать. А если они не начнут вздыхать, в Украине становится, станет вообще жить невозможно, то есть все должны понимать. И вообще, я хотел бы сказать, что все, кто поддерживает Порошенко или ведутся на него, вы понимаете, последствия того, что вы делаете, это же ничего хорошего вам не даст. Потому что он вас все равно использует просто как пушечное мясо, как материал для своих целей. И вы ему не нужны, потому что он любит только себя, больше никого не любит. Я думаю, что он и жену свою просто боится, и если бы мог, то давно бы уже от нее посвободился и избавился. И в данном случае, вот, Анищенко должен ускорить этот процесс. Я думаю, что надо скоординироваться с Наливайченко. И немедленно необходимо сейчас начинать публиковать те материалы, которые Наливайченко через Артеменко передал в Соединенные Штаты, в Госдеп и туда к этому Трампу. Потому что от Трампа все равно толку мало. Поэтому Анищенко должен сейчас, на мой взгляд, как можно более активно использовать те материалы публично, которые у него есть. И объединить усилия с другими. Такими же носителями. Я уже назвал Наливайченко, конечно. Я думаю, это Мартыненко тоже должен это сделать. Я думаю, что есть материалы у того же Бологи, который тоже должен начать публично говорить. Я думаю, есть материалы у других людей, которых уже прижал Порошенко или уничтожил. То есть, необходима сегодня консолидированная позиция. Если мы хотим, как можно быстрее очистить Украину от этой плесени ядовитой, которая сегодня захватила нашу страну. И другого варианта, кроме как публичности и раскрытия данных материалов, у нас на сегодняшний день нет. Продолжение следует...